Библейский портал экзегет.ру представляет Всего лишь еще пара глав И в этой книге очень много борьбы Борьбы добраться злом И вроде бы к 20 главе наконец зло побеждено А нет Вот не до конца Смотрите, и Вавилон разрушен И зверь с ложным пророком брошен в огненное озеро Такая мучительная И показная казнь Казалось бы, можно сказать Ну вот на этом Собственно, наша история подходит к концу Все было хорошо Все нашли то, чего заслуживают И вообще говоря Царство Божие наступило А вот почему-то нет Это очень странно выглядит Вот я бы, если бы писал такую книгу Я бы так написал, как я сейчас сказал А Иоанн Богослов пишет иначе Затем я увидел ангела, спускающегося с небес У него был ключ от бездны И в руке он держал огромную цепь Он схватил дракона, древнего змея Который является дьяволом и сатаной И сковал его на тысячу лет Здравствуйте, только что у нас был змей побежден И зверь побежденный Брошен в огненное озеро Да? Опять живой Еще надо с ключом приходить Дальше Дракона, древнего змея Который является дьяволом И сатаной сковал его на тысячу лет Бросил его в бездну Закрыл и опечатал Чтобы тот уже не мог больше Обманывать народа Пока не кончится тысяча лет А дальше? Это что же Тысяча лет передышки А потом все по новой? После этого он должен быть освобожден На короткое время Зачем? Почему нельзя сразу? Вот что за Какое-то стремление тянуть Да? Как с дедлайном Такой нерадивый исполнитель Вот Ну ладно Через тысячу лет этим займемся Чего ждать? Вот если есть у него власть Победить дракона, зверя Давайте потом К этому вернемся Я увидел троны На которых сидели те Кому дано было править И души, обезглавленных За свидетельство об Иисусе И за Слово Божье Души тех Кто не поклонился зверю Его изображению Не принял его печать на лоб и руку Ну то есть мученики Понятно, да? Те, кто ему не подчинились Они жили и царствовали С крестом тысячу лет А дальше? Почему только на тысячу лет? Нет, это долго Это очень долго Это превосходит Все сроки человеческих жизней За тысячу лет Мир меняется неузнаваемо Но мы же хотим в вечности Почему такие рамки? Другие мертвые не ожили Пока не окончилось тысячи лет Почему? Чего они ждут? Что за тысячи лет загадочные? Это первое воскресенье Какое первое? Мы думаем, что все воскреснут А тут оказывается в две очереди Зачем? Блаженные и святые те Кто участвует в первом воскресенье Над ним и вторая смерть Уже не имеет власти Что значит вторая смерть? То есть они больше уже не умрут Если воскресли Или вторая смерть Это духовная смерть Человек Любой умирает физически Но потом он может умереть духовно То есть его бессмертная сущность Она прекратит свое существование Вот их это не коснется Ну хорошо А что такое вторая смерть? Они будут священниками Бога и Христа И будут царствовать с ним Тысячу лет Опять тысячу лет Но почему только тысячу? Когда пройдет тысяча лет Сатана будет освобождена Из своей темницы Зачем? Он выйдет, чтобы обмануть народы В четырех углах земли Народы известны как Гога и Магог Чтобы собрать их на битву Какие-то народы далекие Зачем их собирать на битву? Давайте уже закончим это все Он собрал столько людей Сколько песчинок на берегу моря Они прошли маршем по всей земле И окружили стан народа Божьего Его любимый город Но с небес сошел огонь И поглотил их Дьявол, который их обманул Был брошен в озеро Наполненное горящей серой Туда, где уже были звери Лжепророк Так, то есть Дьявол и зверь Не совсем одно и то же Только что были одно и то же А теперь рук нет Интересно Там они будут мучиться День и ночь Во веки веков Ну, наконец-то Окончательная победа Почему тысячу лет? Почему это все происходит С какими-то интервалами? А мне кажется Это вот ответ на вопрос Который мы все время Задаем к этой книге Какова последовательность? Когда будет то, другое? Вот без конца Борьба добра со злом А она правда без конца Вот любая даже Самая окончательная победа Пусть она на тысячу лет Это очень долго, очень много Это очень хорошо тысячу лет Но она только на тысячу А потом другая тысяча лет Может быть, что-то совсем другое произойдет То есть окончания нет И то, что происходит Оно разворачивается Оно вновь и вновь изникает Оно постоянно добавляется Так что, оказывается Вот хотелось бы нам Чтобы здесь и сейчас Вот так щелкнули пальцами И все бы стало хорошо в мире, да? Все злые были бы наказаны Смерть была бы побеждена и уничтожена Добро бы строжествовало Христос бы царствовал с нами А вот только на тысячу лет Да и то ни нам, и не сейчас А потом все по новой И мне кажется, вот это рассказ о том Что окончательной победы На самом деле Не бывает до самого конца Ну, бросили зверя в огненное озеро Оказывается, еще есть сатана Который отдельно дракон некоторый Да? А еще есть лжепророк Кто он такой? Хочется победить раз и навсегда Но это не победа там над Гитлером Каким-нибудь, которого победили Он там умер и больше его нету Это победа над мировым злом Которая остается Которая начинает новый раунд борьбы Как в прекрасном фильме Убить дракона Уже после того, как все над драконом Достигнута полная победа В последних кадрах он опять живой И с ним опять надо бороться И это как-то очень печально Думаешь, ну, сколько же можно Устал же уже в конце концов Ну, тысячи лет хороший срок Ну, давайте уже до конца Вот как-то это будет иначе На самом деле В 21 главе это появится Но мы еще не дочитали 20 Затем я увидел огромный белый трон И сидящего на нем От его присутствия скрылось небо и земля Но им не нашлось места Да? То есть им некуда было бежать Земля и небо даже Я неправильно прочитал Земля и небо сначала Земля, потом небо Я видел мертвых, великих и малых Они стояли перед троном И перед раскрытыми книгами Потом была раскрыта еще одна книга Книга жизни Мертвые были судимы по их делам Согласно тому, что было записано в книгах Море отдало мертвецов, бывших в нем И смерть ад отдали своих мертвых Что были в них И каждый был судим по своим делам Смерть и ад понимается Как некое физическое место Потому что, с одной стороны, в море кто-то утонул Да? А с другой стороны, кто-то в Оаде Значит, ад — это какое-то место, где хоронят на земле Да? Человек, который умер в море, остается в море Человек, который умер на земле Спускается в Оад И каждый был судим по своим делам Как-то менять не радует Нам все хочется по милости Божьей Желательно, чтобы не судили, а просто так приняли А судим по своим делам И кто оправдается? Ну, если верить апостолу Паулу Никто И что же в этом хорошего? Опять некоторая загадка Затем смерть и ад были брошены в огненное озеро Смерть и ад, огненное озеро — это вторая смерть То есть, есть возможность умереть после смерти Чье имя не было найдено и записано в книге жизни И тот был брошен в огненное озеро А вот тут мне совсем непонятно Если по своим делам Ну, как человек приходит И говорит, вот, я так-то жил Ему говорят, ну да, молодец Или наоборот, все очень плохо А если записано в книгу жизни Как бы он ни жил, он уже там Может, конечно, в книгу записывают по итогам жизни Но тогда чего судить? Тогда уже суд состоялся А вот Иван здесь описывает какие-то реальности Которых мы не осознаем, не понимаем И он их описывает как нечто крайне противоречивое Мы еще увидим это С одной стороны по делам С другой стороны в книге жизни С одной стороны царство Божие С другой стороны на тысячу лет Была даже целая такая ересь миллионаристская Люди считали, что действительно Вот будет тысяча календарных лет Да, вот наступит царство Христа Потом еще одна битва с сатаной Потом только уже окончательная над ним победа Все-таки принято, вот, скажем В основном направлении христианства Это толковать несколько Иносказательно С одной стороны те, кто в аду А с другой стороны те, кто в море Как будто это не ад С одной стороны судят, значит, наказывают С другой стороны бросают смерть и ад в огненное озеро И их больше нет Мне кажется, Иван описывает просто такие реальности Которых мы не понимаем И он описывает их поэтому как бы с разных сторон И смысл ясен, что вообще-то говоря Бог победит зло И в какой-то момент смерть и ад будут уничтожены Но у нас есть шанс И немалый шанс быть уничтоженными вместе с ними Давайте постараемся этого избежать Насколько это от нас зависит В дела Вместе с тем сознавая, что Конечное решение за Богом Книга жизни Вот такое антиномическое, как мы потом Это будем называть, богословие Но здесь оно в духе ярких и красивых образов Напряженная такая глава, загадочная 21-й будет гораздо проще Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!